Всем привет! Это Михаил Кобзарь, ProLand TV. Сегодня поговорим про компанию KELOVIEW, которая выпускает множество интересного и полезного оборудования. Вот как у меня сегодня на столе предназначено железо для кодирования и обработки видеосигналов в очень широких масштабах. Сегодня разберемся с новинкой устройством KELOVIEW S2. У нее есть очень интересные особенности. Это поддержка разрешения 4K 60 кадров в секунду и кодека H265. И также много достаточно интересных функций, которые пригодятся вам в повседневной работе. Осмотрим устройство со всех сторон. Выглядит оно очень хорошо. Это прочный алюминиевый корпус с красивым логотипом и какой-то гравировкой. Есть несколько отверстий для вентиляции. Спереди, сзади передняя панель, логотип с названием, двухцветный индикатор талии и светодиоды для разных функций устройства. Включение, линк, связь с интернетом и ран, это запуск работы. Задняя панель с коммутационным полем. Физический переключатель питания. Вход питания 12 вольт DC. Разъем 3,5 мм миниджек для ввода аудиосигнала и подключение гарнитуры служебной связи. Два разъема HDMI, проходной выход и вход. Разъем USB, гигабитный сетевой порт. На нижней части корпуса спряталась маленькая кнопочка Reset. Если что-то случится, то можно перезагрузить устройство и сбросить его в ноль. Устройство у меня включено, но мы перейдем к внутренностям и его работе попозже и пройдемся по его основным функциям. Это питание по локальной сети, пое, а также от 12 вольт. И, кстати, никто не мешает запитать девайс от аккумулятора или повербанка. Естественно, при соблюдении параметров питания. Устройство может кодировать видео-аудиосигнал формат H.265. Это протокол сжатия HEVC. Он позволяет снизить поток, при этом оставляя качество на том же уровне. Для примера посмотрите картинку H.264 4K 30 кадров в секунду 8 мегабит и H.265 4 мегабита. Также есть поддержка огромного количества протоколов SRT, RTSP, NDAHX и всего остального. Я вам это покажу обязательно чуть попозже. Также можно передавать сигнал в социальную сеть, куда-то его стримить и сразу же получать поток на видеосервере в окне просмотра. То есть на любом девайсе или софте, который поддерживает NDAHX. Важное замечание. На вход кодер S2 может принимать сигнал 4K 60 кадров в секунду. Но максимальное качество его кодирования 4K 30 кадров в секунду, что в принципе вполне достаточно в современном мире. Также в большом количестве устройств KELAVU есть интерком-связь. О ней я обязательно расскажу в следующих роликах. Это решение называется KELAVU Intercom Software. Работает оно пока что только под Windows. Теперь давайте посмотрим, как я подключил это устройство и что мы сможем с помощью него сделать. На вход HDMI у меня идет сигнал с моей камеры. Это Full HD 30 кадров в секунду. Дальше у меня идет локальная сеть для управления от компьютера при помощи Mac S. В принципе работает девайс с любым браузером, обычный веб-интерфейс. Далее у меня подключено питание 12 вольт, потому что у меня нет POE-коммутатора. И еще я вставил в устройство маленькую флеш-карту, потому что кодер S2 может также писать файлы. То есть он кодирует, он передает NDIHX в локальную сеть. И можно записывать файлы в разных форматах. Давайте перейдем в интерфейс и посмотрим, что же там интересного. Для начала, конечно, надо обновить устройство. Файлы есть на сайте Killaview. Там есть английская версия и китайская. Ну, конечно, английская гораздо проще. Скачиваем прошивку, устройство быстро обновляется. Это очень важно, потому что китайцы, компания Killaview из Китая, постоянно добавляют какие-то новые функции. И даже если у вас прошивка отличается на одну единичку, то это очень критично. Может измениться интерфейс. И вот в данном случае появилась как раз поддержка интеркома у кодера S2. Заходим в веб-интерфейс, админ, админ. У меня адрес динамический. И сразу видим нашу картинку. Очень приятно, что сразу все прекрасно работает. Давайте пройдемся по интерфейсу. Он действительно обновился. Я помню предыдущую версию не этого кодера, а других. И здесь все гораздо нагляднее. Итак, главное окно просмотра. У меня идет автоматическая запись на вот эту маленькую флешечку. Потом я вам покажу файлы, как там все пишется. Далее есть мейнстрим, сабстрим. То есть устройство может кодировать основной поток с полным разрешением 4К 30 кадров в секунду. И вспомогательный поток с пониженным разрешением 720. Далее пройдемся по интерфейсу вот этого окна, самого интересного. Опять же, обратите внимание, что у меня серая картинка здесь в интерфейсе. Это связано с тем, что камера пишет у меня в формате Blackmagic RAW. Из-за этого диапазон очень большой и монитор с этим просто не справляется. Но поверьте мне, картинка там отличная. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Есть ограничительная рамка, которая, к сожалению, не настраивается. Есть перекрестие для того, чтобы видеть, что у нас в кадре, в каких частях. Далее индикатор аудио уровня. Тоже очень приятная вещь. Сейчас видно звук с моего микрофона. И, конечно же, слышно. Далее управление PTZ. Это очень интересная особенность. Кодер может управлять PTZ камерами при помощи интерфейса USB. Если вы подключите сюда переходник USB RS-232, то у вас заработает управление камерой. Это тоже очень круто. В данном случае, конечно же, я не могу управлять моей обычной камерой. Поэтому мы это отключим. OSD. Можно наложить какой-то логотип на стрим. Какую-то графику в углу или даже полную картинку. Что тоже очень удобно. Но пока мы это отключим. Далее у нас идет настройка обработка сигнала. Можно это все подстроить, если у вас входит сигнал. И вы не можете как-то отрегулировать его именно на устройстве, которое отдает вам сигнал. Может быть, это какая-то приставка или ноутбук или что-то еще. То есть не камера, которую можно подстроить. Также очень удобная функция. Можно все сбросить. Далее у нас поворот. Лево-право. Вверх-вниз. Очень круто работает. И очень интересная также особенность. Можно стримить в формате 9 к 16. Вот, кстати, это тоже одно из новых дополнений в этой прошивке. И вообще KELOVIEW не стоит на месте. Постоянно обновляют свой софт, свое железо. И можно стримить, допустим, куда-то в социальную сеть. Где необходим вот не 16 на 9, а 9 к 16 формат. Тоже очень здорово придумано. Далее посмотрим. У нас есть обрезка кадра. Можно как-то подрезать кадр справа-слева. В данном случае я, конечно, не буду это все включать. Источник у меня HDMI. Далее у меня идет запись. Можно включить функцию такую, что при включении девайса, при подаче сигнала на него, запись идет сразу автоматически на подключенную флеш-карту или внешний USB диск. Лишь бы хватило скорости. Но поток не очень большой. Сейчас мы к этому тоже перейдем. Осталось у нас две кнопочки. Одна это превью покадровая. Так скажем, низкий фреймрейт. И вторая это лайф-видео. Как видите, система прекрасно справляется. Есть небольшая совсем задержка. Буквально там полсекунды, наверное. Далее давайте посмотрим вот на эти вот окошки. В этот раздел. Video Source HDMI. Разрешение, как я говорил, Full HD 30 кадров в секунду на входе. Здесь можно, опять же, обрезать входящий сигнал, входящую картинку. Но нам это не нужно делать. Кодек H.264. Вот здесь расширенные настройки как раз кодирования захвата. H.264 и H.265. Что касается этих кодеков, здесь есть очень важный момент. Если вы стримите куда-то в социальную сеть, современную, то не все сети по-прежнему поддерживают пока еще H.265. Поэтому используйте его для записи. И тогда вы действительно сэкономите место. Ну а вот в плане прямого эфира лучше пока пользоваться H.264 кодеком. Разрешение можно выставить по умолчанию. Можно выставить принудительно. Ну и я поставил максимум частота кадров на входе. Опять же, напомню, что на входе 60, а на выходе только 30 битрейт. Постоянный переменный. Я выбрал пока 3 мегабита. Этого вполне достаточно. Гоп можно выбрать очень в широких пределах также. Очень здорово. Профиль baseline. Тоже хорошая настройка. И кодирование цвет, либо стриминг в черно-белом формате. Вдруг вам это тоже необходимо. Что касается разрешения, в 4К устройство стримит в 30 кадров в секунду. Но если мы подали сюда Full HD 30 кадров в секунду, то девайс может поднять разрешение. И как видите, здесь фреймрейт 60, но я его понижу до 30, потому что смысла нет дублировать эти кадры. И качество от этого точно не улучшится. Вот теперь у нас разрешение на выходе. Именно Full HD 30 кадров в секунду. Посмотрим сюда. Битрейт. Да, можно выбрать даже отсюда. Это очень приятно. До 40 мегабит. Но 40 мегабит вряд ли вам опять же социальная сеть позволит куда-то стримить. Далее network traffic. Пока небольшой трафик весьма, потому что стриминг у меня никуда не включен. Перейдем в раздел аудио. И здесь тоже достаточно много опций. 48 тысяч герц это кодирование. 64 килобита битрейт. AC кодек. Два канала. Что здесь можно настроить? Очень приятное меню, кстати, сделали. Канал, кодек. Далее сэмплирование. До 48. Но это максимум. Битрейт 64. Можно увеличить. Для голоса вполне достаточно такого битрейта. Каналы стерео. Можно выбрать моно и можно выбрать канал первый, второй, третий, четвертый. Что тоже весьма удобно. Здесь есть еще дополнительная настройка. Это источник сигнала. HDMI либо Line-in. Маленький разъем 3,5 мм. Можно использовать как для служебной связи, так и подать сюда аналоговый сигнал. Что тоже здорово. Только линейного уровня, не микрофонного. Посмотрим дальше. Мы, по-моему, еще не все здесь завершили, конечно. Конечно, есть саб-стрим, как я и говорил. То есть это мейнстрим. Основной 4K30. И можно сделать второй стрим. Куда-то 720. Тоже, в общем-то, очень удобно. NDI-HX. Обратите внимание. У нас уже активирован этот стриминговый сервис. Он называется. Да, сервис. И давайте проверим NDI-HX. Как он приходит на компьютер. Кодер S2. И вот отличная картинка. Это полное разрешение. NDI-HX не 4K. Это Full HD сигнал. Но тоже очень все приятно работает. И вернемся в наш интерфейс. Посмотрим, что же здесь еще можно сделать. Зайдем в рекординг. Здесь подключен как раз USB-драйв. Обратите внимание. Вот он маленький сзади. Совсем небольшая флешка. Причем она универсальная. Можно ее потом воткнуть в какое-то устройство, смартфон или компьютер с Type-C портом. Места очень-очень много. Настройка зависит от именно качества кодирования. То есть в данном случае 3 мегабита поток пишется. И вдруг вы захотите монтировать какой-то low-profile видео. Может быть. Это тоже полезно. Далее настройки. Их здесь достаточно много. Естественно IP-адрес. В данном случае динамический стоит. File, Save, Address, Getaway. Вот он собственно на IP-шник 21. Расширенные настройки связаны уже с HTTP. Далее у нас пользователь, админ. Можно добавить еще кого-то для менеджмента. В разделе Record Management можно подключить нас, накопитель. То есть сетевое какое-то хранилище по локальной сети. И туда также будет сохраняться поток. Ну или в данном случае, как я, использую локальную флешку. Вот 1.68 гигабайта уже записано. Автоматическая запись. Очень классная вещь. То есть вы включаете устройство, подаете сигнал. И у вас сразу идет запись. Что очень здорово. Формат можно выбрать в широких пределах тоже. MP4, TS, AVIA, MKV, MOVE. Далее очень интересная вкладка. Это Limitation. Ограничение записи по времени или по объему. Но дело в том, что если вы используете кодек, который не поддерживает, допустим, самозакрытие, так скажем. То есть при отключении питания у вас не закроется этот файл. То потом вы его вряд ли нормально откроете в монтажной системе. Так что лучше, наверное, писать кусочками вопрос, сколько там будет пропущено кадров. Но по идее один или два кадра всего лишь. А может быть и вообще ни один не будет пропущен. Потому что, скорее всего, там работает буферизация. Это надо проверять уже отдельно. Далее у нас время. Естественно, очень-очень важно. Здесь выбрана Европа, Москва. Время у нас сейчас которое. Настройки PTZ, как я и говорил. Это у нас Network PTZ. Можно управлять даже IP-камерами. Но вообще достаточно странная такая вещь. Sony VSCO, PLCAD. И Serial. Если мы используем специальный переходник, то мы можем также использовать протоколы те же самые. Но камеру подключать напрямую. Это необходимо, если у вас камера не поддерживает NDI, допустим, NDI-HX, управление по этим протоколам. То вот этот самый кодер может превратить вашу обычную PTZ-камеру в онлайн-камеру полноценную. То есть взять с нее видеопоток и тут же ей управлять. И вам потребуется всего лишь, по сути, один сетевой провод и еще один переходничок. Ну и там пара проводов питания. И не надо будет тянуть отдельную именно линию для управления этой камерой. Что у нас еще есть? Системные настройки. Имя устройства. Язык. Как видите здесь упрощенный китайский, обычный и английский. Восстановление. Можно сбросить все по нуля. И обновление прошивки. То, что я уже сделал. Еще несколько кнопок наверху. Ну посмотрим. Это у нас Voice Intercom, который будет обязательно в наших обзорах в следующих роликах. Я посвящу этому один, а может быть и два ролика. Потому что с продукцией Birdock мы разобрались. Там Intercom работает. Но вот скилловью пока еще нет. Тоже очень интересная вещь. Пока не будем ее активировать. Здесь есть кнопка перезагрузки устройства. Собственно можно отключить, конечно, провод и питание. Но если оно стоит далеко, то почему бы не воспользоваться этим ребутом. Кнопочка выбора языка. Очень оперативная, быстрая. И информация про устройство, девайс, серийный номер и версия прошивки. Пока мы разбирались, у нас исчезала картинка куда-то. Но это не страшно. Потому что устройство по-прежнему все кодирует. И теперь мы проверили NDI кодирование. Все прекрасно работает. Кстати, поддерживается Tally. Вот этот самый индикатор впереди. Он может быть красного цвета, зеленого. И это индицирует как раз работу камеры или девайса. Если оно у вас в эфире, то оно будет красное. Если превью, то зеленая. Стандартная уже технология. NDI over... Tally over NDI, так скажем. Давайте теперь займемся стримингом. Наконец. И у нас есть NDI HX. Мы добавим сюда стриминговый сервис заодно. Посмотрим, какие они здесь есть. RTSP, RTMP, SRT. Очень классная штука. HLS, TS, UDP. В данном случае нам интересен RTMP. Вводим сюда имя. Тест. И теперь нам необходимо ввести адрес. И ключ все очень просто настраивается. И давайте я перейду в ВК. Посмотрим, что здесь у нас получится. Тест 1. Давайте посмотрим сюда. Скопируем наш URL. Ставим его. И скопируем туда же ключ. Все. В принципе, здесь больше ничего нажимать не надо. Теперь осталось сохранить вот эти вот настройки трансляции здесь. Перейти сюда. И включить просто стрим вот этой самой маленькой кнопочкой. Как видите, здесь отображается сервер. Ключ. Стрим у нас начался. Немного подождем. И теперь все у нас запустится. И мы увидим в эфире картиночку из студии. Все замечательно работает. Даже со звуком. Задержка, кстати, раз, два, три. Задержка небольшая. Качество отличное. И теперь посмотрим вот сюда. Настройка у нас 720p. Но в данном случае ВК дает стримить только 720p. Но, опять же, для большинства пока этого достаточно. Хотя, конечно, если у вас 4К какой-то монитор, дисплей большой, то это будет не сильно красиво. Однако устройство выполняет свою функцию. И это тоже очень здорово. Поток у нас, как видите, мониторится. Все видно прекрасно. Есть очень удобная индикация на экране использования памяти, использования внутреннего хранилища. Это не внешняя флешка. И загрузка CPU, то есть нагрузка процессора, который здесь также встроен. Можно добавить еще один профиль кодирования. Давайте попробуем добавить второй RTMP. И я, пожалуй, перейду на YouTube. И попробую добавить второй стрим Тест 2. И через слэш мы должны вставить сюда ключ, как, в общем-то, и на многих других устройствах. Копируем его и вставляем вот сюда. Все, после этого у нас еще один RTMP профиль добавился. Нажимаем онлайн и смотрим, что же у нас здесь появится. Давай, YouTube, не подведи. Ну, хотя все отлично. Да, все замечательно работает. Как видите, сейчас картинка появится после буферизации. Все также замечательно. То есть устройство может работать с несколькими сразу потоками. И кодера здесь, по сути, не два, а несколько потоков можно запускать. Отсюда кодирование, что тоже удобно. Хотя это и нагружает и локальную сеть, и интернет. Но, тем не менее, устройство весьма-весьма мощное. Обратите внимание, загрузка процессора от 10 до 20% примерно. Что тоже очень здорово. Параллельно с этим идет запись и передача видео NDI-HX по локальной сети. Прекрасно все работает. Что у нас здесь? Индикаторы, да, все светятся. Питание светится. Сеть мигает. И рабочий индикатор также мигает. Так что все в порядке. И сетевая активность у нас также на высшем уровне. Прямая трансляция идет. Вот здесь, кстати, с качеством интересно, какое она максимальное будет. Да, здесь вот как раз Full HD. Давайте развернем это на полный экран. Очень все здорово. То есть, ВК у нас выдало 720 максимум. Но это, в принципе, тоже достаточно. А вот YouTube у нас позволил как раз выдать Full HD 30 кадров в секунду. То, что у меня идет с камеры. Давайте подведем итог. KELOVIEW S2 это многофункциональное устройство, которое позволяет превратить сигнал с вашей камеры или другого источника сигнала в любой популярный протокол кодирования. Видеопоток для передачи по локальной сети, по глобальной сети, для стриминга. Здесь есть поддержка разрешения до 4К 30 кадров в секунду в режиме кодирования. И формат H.265 позволяет сэкономить сетевой трафик, не ухудшая качество картинки. Вы можете подключить камеру к вашему серверу на базе OBS или VMIX по локальной сети. Также использовать интерком. Это бесплатное решение для связи с операторами и другими участниками вашей съемочной группы. Стримьте в социальные сети аппаратно, независимо от компьютера. Если ваш микшер тем более не поддерживает кодирование и вам не хочется использовать компьютер или места для этого просто нет. Также можно видео передавать по открытому интернету с минимальной задержкой и отличным качеством. Этим занимается здесь протокол SRT. Остаемся на связи. Следите за каналом ProLandTV в Telegram на Яндекс.Дзен, где будут также ролики, обзоры оборудования и еще много чего интересного, включая даже статьи, интервью и какие-то большие интересные материалы, которые я буду писать для вас. Не только по теме железа, но еще и по теме, может быть, и творчества, и каких-то сопутствующих вещей, которые косвенно связаны со стримингом и телевещанием. На сегодня это все. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока!